Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 8 главу 2-го послания апостола Павла к Коринфянам. 8 и 9 главы посвящены очень деликатному вопросу, вопросу сбора пожертвований для Иерусалимской Церкви. Зачем нужны эти деньги? Как мы знаем из книги «Деяния святых апостолов», иерусалимские христиане жили единой общиной, и многие из них продавали свои имения, раздавали все бедным, потому что они ожидали скорого пришествия Царства Божия и жили в абсолютной нищете. Немножко это похоже на монашеский идеал жизни или на тот идеал нищеты, нестяжания и общего имущества, которым жили жители Кумрана. Кроме того, в эти годы в Иудее была засуха, и был неурожай, и поэтому был голод. И христиане, оказавшиеся и так без имущества, нуждаются в помощи. Кроме того, есть очень важный штрих. Уже в иудаизме существует очень важный обычай. Люди, которые не могут совершить паломничество в Иерусалим, передают деньги на храм для того, чтобы это кто-то передал как пожертвование на Иерусалимский храм. Такие деньги передают из Антиохии, из Александрии, из Рима, из Эфеса. Потому что везде, где живут иудеи, если они не могут совершить паломничество, то они передают деньги, как некое приношение, пожертвование на содержание храма. И в древности существовали литературные памятники, которые говорят о том, что это было связано тоже с различными махинациями. Кто-то хвастается тем, что он присвоил чужие деньги, кто-то, наоборот, жалуется, что деньги не нашли до адресата. Поэтому этот вопрос был очень и очень деликатным. И апостол Павел, ему удается организовать масштабный сбор пожертвований. Не только Каримфине, но еще и жители Македонии, то есть Филиппии, Фессалоник, Афин, Галатии, Эфеса. Везде, где апостол Павел создает общины, он организует масштабный сбор пожертвований для иудео-христиан. И здесь будет несколько очень тонких, деликатных проблем, которые мы увидим в этой главе. Прежде всего, для того, чтобы начать разговор о деньгах, для того, чтобы Каримфине открыли свои портмоне, апостол Павел произносит похвальное слово щедрости. Он произносит такие слова, которые пробуждают в Каримфинах в ответ желание поделиться, пожертвовать деньгами. «Теперь хотим мы, братья, поведать вам о благодати Божией, данной церквам македонским». Обратите внимание, апостол Павел ни разу не употребит слово «деньги». Он употребляет слово «благодать» или слово «дар». Когда мы употребляем слово «благодать», то прежде всего мы думаем о том, что это некое действие Божие, это божественная любовь, некий бескорыстный дар, который Бог дает людям. Но благодать – это вообще любой дар. И поэтому те пожертвования, которые соберут на нужды иудео-христианской общины Иерусалима, это тоже будет благодать Божия. «О том именно, что, проходя через все тяжкие испытания, они и в избытке радости своей, и в крайней своей нищете изобиливали своей великой щедростью». Здесь апостол Павел – изумительный литературный мастер. Он прибегает к аксюмарону. Он говорит языком парадоксов. С одной стороны, жители Македонии сами живут в нищете, но при этом они дают свои пожертвования. И поэтому он говорит о некой нищете, которая в действительности является великой щедростью и изобилием. Это абсолютный парадокс, который порождает в душе слушающего тоже некое ответное чувство. Оказывается, находясь в радости и в испытаниях, можно быть щедрым. Точно так же, как щедр сам Бог. «Я сам тому свидетель, что они посильно и даже сверх сил жертвовали от всей души. Они умоляли нас позволить им участвовать в служении народу Божьему в Иерусалиме». Значит, они не только были щедрыми и не просто откликнулись на просьбу апостола Павла, но вообще они его просили, чтобы он им дал такую возможность принять участие в этом важном и прекрасном божественном служении. И делали они это не только так, как мы надеялись. Они и сами целиком себя отдали, во-первых, Господу, а затем, как кто было угодно, Богу и нам. Поэтому мы не только даем деньги, но эти пожертвования есть лишь внешний знак того, что человек себя целиком посвящает Богу и посвящает себя служению общины. Поэтому это всегда нечто большее, чем просто поделиться деньгами. И в конечном итоге апостол Павел все время возвращает мысль к тому, что все это имеет свой источник в той щедрости, которую проявляет по отношению к человеку сам Бог-Отец. И фактически здесь мы тоже можем различить интригу. Сначала коринфяне выступили с этой прекрасной инициативой поддержать иерусалимскую общину. Затем было смущение. Появились лжепророки, лжеапостолы, которые плели очень тонкие интриги, таким образом, что коринфяне в какой-то момент сказали «Нет, мы отказываемся от этой инициативы». Но апостол Павел, придя уже в Македонию, сказал «Вот коринфяне начали такую прекрасную вещь, хотите ли вы поучаствовать?» И они хотят. Как же теперь он скажет Македонинам «Нет, коринфяне сошлись с дистанции, они отказываются от этого». Поэтому апостол Павел очень переживал о том, вернутся ли коринфяне опять к своему изначальному почину или нет. «Мы попросили поэтому Тита, чтобы он, как начал, так и довел у вас уже до конца это дело милосердия». Дело милосердия, то есть дело благодати. «Во всем, что касается веры, и слова, и знания, и всякого усердия, и любви нами вас пробужденной, во всем у вас изобилие. Так проявите же щедрость и в этом деле милосердие». Апостол Павел здесь риторически очень тонко вплетает вот в этот венок даров, благодати, те харизмы, которые особенно ценили коринфяне, потому что коринфяне особенно ценили знания, дар слова и другие харизматические дары. И апостол Павел говорит, вот мы пробудили вас эти харизмы, теперь и вы проявите еще большую харизму, которая будет состоять в щедрости. Поэтому мы проявили вас, открыли эти дары, также и вы проявите щедрость в делах милосердия. Говоря так, не повелеваю я. Нет. Показывая вам усердие других, я проверяю искренность вашей любви. Очень хитрый риторический прием. Нет, это я вам не приказываю, это не повеление. Но у вас есть такой шанс, я вам предоставляю такую возможность проявить свою усердие, свою любовь. Вы ведь знаете милосердие Господа нашего Иисуса Христа. Будучи богат, Он обнищал ради нас, чтобы вы обогатились Его нищетою. Вот эти последние слова являются ключевыми в христологии апостола Павла. Мы встречаем их в разных посланиях, в разном звучании. В чем состоит богатство Сына? В том, что Он пребывает рядом с Отцом. Сын пребывает в Отце, Отец пребывает в Нем от века, еще до сотворения мира. И в этом и состоит полнота и богатство на языке апостола Павла. В чем состоит обнищание? Обнищание Кену здесь состоит в том, что Сын Божий принимает плоть, становится плотью. Теперь Он также пребывает в Отце, но есть посредник. И когда есть посредник, то это всегда не то же самое, когда мы непосредственно имеем доступ к общению. Например, если мы с кем-то общаемся лицом к лицу, это одна история. Если мы говорим по телефону, это прекрасно. Но это совсем не одно и то же. Когда есть нечто опосредованное, то это всегда некое обнищание. Поэтому, говоря на языке апостола Павла, здесь богатство и обнищание. Другой образ такого же богатства и обнищание, когда Христос был праведным и безгрешным, но становится самим грехом ради того, чтобы обогатить нас, для того, чтобы мы обрели праведность. Вот та же самая логика является принципиальной в христологии апостола Павла. Точно так же, как Христос, будучи богат, обнищал ради нас, для того, чтобы нас обогатить своей нищетою, своей человеческой плотью. Точно так же и вы можете принять участие в этом круговороте благодати и щедрости. Вот мой совет для вашей же пользы, для тех из вас, кто уже с прошлого года положил хорошее начало и в том, что вы сделали, и в своей готовности делать это. Апостол Павел напоминает, что мы возвращаемся к той инициативе, которую вы начали год назад. «Доведите же теперь это дело до конца, по достатку вашему, и завершите его с той же готовностью, с какой брались за него». Понятно, что любую инициативу, если ее не поддерживать, ждет некое ослабление, остывает огонь, запал, и в конце концов она может снизойти на нет. Апостол Павел хочет раздуть огонь рвения для того, чтобы коринфи не завершили, довели до конца свое начинание. При этом он не говорит им «отдайте все деньги». Он говорит «дайте столько, сколько можете, по достатку вашему, потому что эти деньги, которые вы не можете дать, их никто и не считает. Это не так важно. Важно довести это до конца». Речь ведь идет не о том, чтобы другим облегчение принести, а для вас тем самым создать трудности, делая ведь в равенстве и взаимности. Сегодня ваш избыток может восполнить их скудость, а завтра их избыток восполнит недостаток у вас. Поэтому апостол Павел говорит, что задача не в том, чтобы решить все проблемы. Вопрос просто поделиться для того, чтобы войти в этот круговорот благодати и братской любви, братского общения. «Так и будет все равномерно, как о том и в Писании сказано. Кто собрал много, у того не было лишнего, а кто мало, у того не было недостатка». Апостол Павел здесь очень тонко цитирует книгу «Исход». Фактически, говоря о пожертвованиях и об этом круговороте братской любви, он употребляет образ манны небесной, той пищи небесного хлеба, которую народ получал в пустыне, таким образом, что те, кто не успевал собрать много, все-таки имел в достатке. Тот, кто собирал избыток, прозапас, все равно оставалось ровно столько, сколько ему нужно. Поэтому каждый получал именно то, что ему необходимо для жизни. Вот этот замечательный образ манны, который питает всех в меру нужды и необходимости. Кроме того, эта манна, как говорится в книге «Премудрости», на устах каждого человека имела тот вкус, который этому человеку приятен. Кто любит сладкое, оно было сладкое. Кто любит соленое, оно было соленой и так далее. Она всегда приобретала тот вкус, который был приятен Богу, как божественная пища. Но отчего апостол Павел предостерегает всегда, это о том, что кто-то закроет сердце. И образ манны здесь тоже совершенно изумительный момент, потому что в тот момент, когда иудеи сказали, что мы уже наелись этой манны, дай нам другой пищи, в этот момент на них нападают змеи в пустыне. И в традиции содержится такой комментарий, что змеи не могли бы взбунтовать против Бога, потому что им вообще суждено питаться прахом земным. А народ, которому Бог дает лучшее, что есть манну, вдруг поднимает бунт. Итак, апостол Павел этим образом манны, которая была на устах у всех иудеев того времени, это очень яркий образ, образ круговорота благодати и божественной щедрости. И следующая часть этой главы посвящена рекомендации Тита, потому что задача апостола Павла, как сначала он дает рекомендацию себе, как апостолу, в начале этого послания, теперь сказать, что вашим уполномоченным лицом и доверенным лицом может выступать Тит, которого вы знаете, который успешно выполнил прежде миссию примирения, точно так же он точно доставит деньги по назначению. «Благодарю Бога, даровавшего Титу такую же, как и у нас, сердечную заботу о вас». То есть фактически апостол Павел говорит, что Тит заботится и любит вас точно так же, как я. Он, конечно, и нашей просьбе внял, но еще большим в нем было его собственное рвение, так что он отправляется к вам совершенно добровольно. «С ним посылаем мы еще брата, которого очень хвалят во всем церквям за проповедь Благой Вести». К сожалению, мы не знаем имени этого второго брата, но из книги «Деяния» и из других посланий мы видим, что вокруг апостола Павла была целая команда надежных друзей, учеников, соратников, на которых можно положиться. И вот один из них будет участвовать в этой общине, потому что если вдруг Тит не сможет один справиться, то будет другой брат, который точно гарантирует, что пожертвования будут доставлены. И в качестве рекомендации этого брата говорится о том, что церкви избрали его. И когда речь идет о церквях, кого апостол Павел имеет в виду? Прежде всего, иудео-христиан Иерусалима и окрестности, иудео-христиан иудеи, потому что уже до этого, если деньги должны быть доставлены, то сам адресат должен побеспокоиться и обеспечить сохранность этих пожертвований. Поэтому не только Павел вручается за этого второго брата, но и сами иудео-христиане направляют его как свое доверенное лицо. Точно так же, как и мы с вами до сих пор, если нам кто-то должен передать деньги, то мы сообщаем своему должнику, что вот именно через этого человека ты можешь передать. Ему я доверяю, он точно передаст. Точно так же этот второй брат является доверенным лицом жителей Иерусалима. В церкви избрали его как положено, чтобы сопровождал он нас в нашей миссии милосердия, в миссии по сбору пожертвований, в том деле, которому мы служим по славу самого Господа и в подтверждении нашей доброй воли. Мы хотим, чтобы никто не мог обвинить нас в том, будто мы плохо распорядились столь обильными дарами, чтобы никто не имел повода клеветать и обвинять апостола Павла в том, что он присвоил себе часть этих пожертвований, столь обильных даров. Ведь мы заботимся обо всем добрым не только перед Господом, но и перед людьми. Вместе с ними посылаем мы и еще одного нашего брата, есть третий член этой команды, усердие которого испытали не однажды в самых разных делах. А теперь он готов усердствовать еще более, чем прежде, потому что он очень уверен в вас. И так, что датито, то он мой товарищ, мой соратник, мой спутник, близкий, доверенный друг, соработник у вас, а братья наши, они посланцы церквей. То есть это доверенные лица, направленные жителями Иерусалима. Их имена не оглашаются, может быть, отчасти от того, что это письмо могло попасть в руки разбойников. И для того, чтобы пожертвования по дороге никто не похитил, из конфиденциальности имена не называются, но тот, кто приходит вместе с Титом, то вот он и будет тем доверенным лицом. Так явите же им любовь свою и покажите перед всеми церквями, что мы справедливо хвалимся вами. Здесь опять возникает тема гордости, тема хваления. Апостол Павел, бывая в Иерусалиме, говорит о каримской общине, как о вершине своего апостольского служения. Это действительно лучшее рекомендательное письмо, сертификат успеха, похвальная грамота, потому что в этой общине живут и иудеи, и христиане, и богатые, и бедные, люди разного происхождения. И все живут в братской любви и общении. И поэтому эта миссия по сбору пожертвований является своего рода служением Евангелию, которому служит апостол Павел. На портале Экзогет.ру с вами был Партерий Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.